Это очень опасный вид спорта. Повиснуть на цепях. Тяжело весь час ей висеть. Если тянут, то должно быть больно, не должно быть что-то порвано в организме. О них мало что известно, но они вызывают интерес. Мы находим людей редких профессий и увлечений и узнаем от них то, что вы никогда не спросите. На самом деле я всегда любила то, что называется что-то такое летающее и что-то такое гимнастическое, что связано с гибкостью, силой, выносливостью. Мне всегда это очень нравилось, поэтому как-то 8 лет назад, когда мы только начинали в принципе заниматься воздушной гимнастикой, вот у нас появилась такая идея именно повиснуть на цепях, почему бы и нет. Уже тогда в принципе в России кто-то это делал, и мы решили, почему бы и нет. Но это достаточно больно, конечно, но это очень интересно. И смотрится это всегда очень красиво, то есть когда они развиваются, когда они летят в разные стороны, когда ты на них кружишься в каком-нибудь шпагате, это всегда очень завораживающе, поэтому это привлекает. Я не скажу, что самый, но вообще воздушная гимнастика, да, это очень опасный вид спорта. Здесь бывают травмы, но все это обычно сопряжено с невнимательностью, с усталостью. Ну, то есть это не совсем те факторы, которые мы не можем регулировать, да. То есть всегда мы можем спуститься на пол, отдохнуть, да, сделать вдох-выдох, да, провести какое-то время внизу, не напрягаясь, да, и потом уже подняться снова наверх. Вот. Бывают, конечно, травмы из-за невнимательности, но у нас всегда есть очень толстые, большие маты 20-25 сантиметров и выше в объеме, вот. И у нас всегда есть как бы страховка в виде тренера или напарника, да, и поэтому, ну, такие ситуации очень редкие. Здесь, опять же, да, из-за больших нагрузок физических, да, но мы сейчас не говорим о любительском спорте, когда мы, там, два раза в неделю, три раза, возможно, в неделю занимаемся просто на снарядах, там, и любой другой физической нагрузкой, да. Мы сейчас говорим о большом спорте, да, о спорте высоких достижений, вот. Там, конечно, возможно многое, да, но мы с детьми не работаем настолько сильно, ну, конечно же, когда у нас соревновательный период, там очень большие нагрузки, но такого, чтобы у детей такие сложности возникали, нет, такого нету. Бывает, когда дети теряют очень сильно вес, но это, опять же, это не относится никак к спорту, да, ну, как косвенно только, если, например, там, ребенок полненький, и он хочет похудеть, и он резко сбрасывает массу, такое возможно. Но это уже как следствие именно сброса веса, а не физических нагрузок. Может быть, гимнастки художественные, спортивные, чем-то подобным могут болеть, но у нас нет, у нас такого нету. У нас вообще очень приятные коллективы, приятные тренера, и, в общем, атмосфера всегда очень дружелюбная. То есть у нас никогда нет травли никакой, у нас никогда никто не покажет, там, на кого-то пальцем. И мы всегда, если даже бывает такое, что у ребенка, например, ну, повышенный, так скажем, ну, не сказать повышенный вес, да, но веса чуть больше, например, чем было ребенку легко, мы всегда его в любом случае поддерживаем. И никогда, никогда у нас не было такого, что нас кто-то из детей чем-то подобным заблевает. Вот, то есть у нас всегда потому, что очень мы открыты друг к другу и с любовью относимся к своим спортсменам. Я не знаю, я не ожидала таких образов. Нет, мы никогда не прибегаем к тому, чтобы рвать связки. Это вообще, это средневековые просто какие-то пытки, мне кажется. Я вообще не представляю, неужели сейчас кто-то еще этим занимается. Слава богу, не мы. Нет, мы никогда этого не делали. И в принципе мы, когда тянем детей, взрослых, здесь не важен возраст, мы всегда тянем это, делаем это максимально осторожно, аккуратно. И я даже девочкам с вами говорю, что по десятибалльной шкале ваша боль не должна превышать шести. Вот, как бы в одно время меня научила этому, как бы на курсах преподаватель. И как бы я всегда этому придерживаюсь. То есть здесь мысль о том, что если тянут, то должно быть больно, это уже устаревшая мысль. То есть сейчас это ненормально. То есть мы растягиваемся по ходу, по мере как бы поступления необходимости. И мы делаем всегда это очень осторожно. Вот, это просто занимает, возможно, чуть больше времени. Вот, но в любом случае организм становится, не становится, а он будет намного здоровее, чем если что-то рвать. Это, понятное дело, это ненормально. Не должно быть что-то порвано в организме. А если оно порвано, то это надо уже лечить, а не тянуть дальше. Пить черную газированную жидкость, чем бы она ни была. Ну, вот как-то так у нас завелось, что если вдруг у нас, ну, раньше были такие случаи, дети на тренировке, на самостоятельной чаще всего, не на групповой, а просто на самостоятельной тренировке, проходили с бутылочкой там чего-нибудь газированного и черного, вот, то я, конечно, очень реагировала на это, ну, нехорошо. И всегда говорила, что давайте не будем этого делать. По крайней мере, здесь, на тренировках, чтобы у нас с вами, ну, хотя бы здесь сейчас желудок был освобожден от этого, вот, ну, потому что это не очень приятно. Ну, и, конечно, я запрещаю им падать, вот. И как они, я не знаю, как они это делают, но срабатывает, вот. И я говорю, что так, так и не надо делать. У нас не падают, я им говорю. Им приходится не падать. Самый младший возраст – это три года. Это девочка прям совсем маленькая, с которой мы занимаемся и растяжкой, и на разных воздушных снарядах. Такое у нас миксованное всегда занятие, потому что тяжело весь час ей висеть в три года на снарядах. Вот. И самый большой возраст, наверное, 45-50, точно сейчас уже не вспомню, но очень большой разбег, на самом деле, у нас. Когда мы ездили на чемпионат Европы, это я сейчас просто к слову о возрасте, да, в воздушной гимнастике. На чемпионат Европы мы ездили в Словакию, в город под названием Тренчин. И там на чемпионате Европы я видела девушку, ну, как сложно сказать уже, что это не девушка, это женщина, ей было 60 лет, она выступала на воздушном кольце. И поэтому всегда, когда ко мне приходят девушки взрослые уже, я им говорю, вот видите, даже в 60 лет можно выступать. Причем не просто заниматься для себя, да, там два раза в неделю, но и выступать на соревнованиях, причем такого международного уровня. Причем не просто заниматься для себя, да, там два раза в неделю.